Каждый поединок и схватка это обман. Всё обман. Допустим играете вы в теннис, там соперники друг друга обманывают. Какие-то хитрые скрытые движения показывают. То есть элемент обмана везде. И человек дёргается в игре, и сам раздёргивает соперника. Или давайте представим бой в UFC. Кто-то зазевался на одну секунду и считай проиграл. Делают вид, что ударит левой, а на самом деле бьют правой. Делают вид, что двойку бьют, а на самом деле сейчас ноги прилетит. То есть элемент обмана в боях играет чуть ли не ключевую роль. Да и в жизни отчасти что-то подобное происходит. Человеку нужно быть всегда на чеку. Спокойным, рассудительным, наблюдательным и внимательным. Если что-то не получается, то наверное не нужно поддаваться эмоциям, злости и разочарованию. Человек под агрессией зачастую теряет фокус внимания. Он как будто слепнет, перестаёт мыслить под этим состоянием. И порой принимает бездумные роковые решения. Тот, кто выводит вас из себя, хочет иметь ментальную власть над вами. В детстве многие думали, что курить это круто. Это опять обман. Многие выросли и не перестали курить. Потому что зависимость и привычка уже управляют человеком. Когда вас просят куда-то перейти и бесплатно зарегистрироваться, это тоже обман. В потенциале каждый маркетолог и продавец хочет превратить вас в постоянного клиента. Для начала на этапе знакомства всё бесплатно и любезно. Ну а потом, со временем, когда уровень доверия вырастет, можно уже попробовать предложить платные услуги. Борьбу за клиентов никто не отменял. И зачастую эта борьба сопровождается обманом. Чувство вины – это также обман. Если человек чувствует себя виноватым без объективных причин, то его обманули. Человек верит в навязанную разумом иллюзию и подчиняется ей. Тот, кто вызывает чувство вины, хочет иметь власть. Если вы знаете себя, если вы знаете, что вы по жизни порядочный человек, то вам, наверное, не стоит испытывать перед кем-то чувство вины. Нужно отслеживать, кто, когда и как хочет влиять на ваше эмоциональное состояние. Людям не нравится, когда их обманывают. Но порой люди сами из-за своей невнимательности выбирают быть обманутыми. Мир солнечный и приветливый, и все тебе везде рады. Это тоже обман. В этой хищной среде, если человек ничего не умеет, то никому не нужен. Мы живем в жесточайшей, завуалированной, капиталистической, бескомпромиссной и беспринципной конкуренции. Мы приходим в любой магазин, и чаще всего товар продают по завышенной цене. Это же тоже часть обмана. Или нет? Если мы покупаем пачку чипсов, при ее вскрытии мы наблюдаем полный до краев наполненный чипсами пакет. Или же примерно на половину или на две трети. Молоко, которое продают в магазинах. Натуральное? Не могу ничего утверждать, но позвольте посомневаться. Девушки, которые наносят на себя макияж, для того, чтобы понравиться тому, на кого хотелось бы произвести впечатление. Обманщицы? Напишите в комментариях. Мы всегда хотим показаться лучше, чем мы есть на самом деле. Недосказанность. Это тоже часть обмана. Когда человек 100% знает, как сделать лучше, но он молчит. Он затеял хитрую игру. Зачастую девушки преуменьшают количество бывших, в то время как парни преувеличивают. Потому что так принято. Потому что люди сомневаются в себе. Как правило, люди, защищая свою репутацию, вынуждены врать. Что такое маркетинг? Это легализованный способ манипуляции сознанием. Задача маркетолога – завлечь. Зачастую не пренебрегая обманом. Что такое бизнес? Купить подешевле, продать подороже? А что это? Когда нам задают вопрос «Как дела?», мы чаще отвечаем «Хорошо» или «Нормально». Но в глубине души мы понимаем, что это обман. Я сейчас задам вам несколько наводящих вопросов. А вы себе честно на них ответьте. Как с личной жизнью? Она вас полностью устраивает? Как вам ваша зарплата? Вы закрываете все потребности? Как вам ваши друзья и ближайшее окружение? У вас с ними тесная эмоциональная связь? Как вам ваша машина? Если она есть, устраивает? Уровень вашего здоровья хороший? Вы часто путешествуете? Выходя на прогулку на улице, вы ощущаете себя свободным? Ведь скорее всего по многим пунктам есть пробелы. Поэтому дела не могут быть прям хорошо. Теперь немножко другая тема. Верить в то, что после просмотра мотивации пойти во двор на турнички приведет к позитивным изменениям? Обман. Можно улучшить слегка физическую форму. И на этом все. Когда вы покупаете какую-то электронику, и она ломается раньше указанного срока, так и должно быть, то, что человек кому-то что-то должен, также является обманом. Я считаю, что существуют ситуации, когда уже выросший взрослый человек может не испытывать чувство вины перед родителями. Если человек посчитает нужным помочь сам, он поможет. Наверное, не стоит говорить о том, что детей приносят не аисты. Деда Мороза не существует, а экстрасенсы и гадалки – это просто бизнес. А что такое бизнес? Завлечь, заинтересовать и продать. А существует ли честный бизнес в жесточайшей конкуренции? Вопрос открытый. Теперь дальше. Когда в детстве ребенку твердят, что когда ты вырастешь, ты будешь большим и сильным, но это не всегда так работает. У кого-то хорошая генетика, он может ничего не делать и все равно вырастет большим и сильным. А у кого-то генетика слабая, ему даже спорт может не помочь. Да и вообще, правильная ли стратегия – хотеть быть большим и сильным? А для чего? Мир изменился, и наверх лезут хитрые, умные, наглые, владеющие навыками люди, умеющие манипулировать и объединять. Им вовсе не обязательно быть большими и сильными. Большими и сильными могут являться их подчиненные. Везде в каждой игре закодирован обман. И если вы смогли изощренно обмануть группу равных по интеллекту людей, то вам будут аплодировать стоя. Недавно позвонил в компанию, хотел заказать одну услугу. Но мне рассказали, что да как. Мне условия не понравились, я отказался. И меня начали допрашивать. Что вам не понравилось? А почему вам не понравилось? Давайте изменим условия. Собеседница не понимает, что этим она вызывает еще большее отторжение. Я прекрасно понимаю, что у них стоит установка на продажу, на борьбу за клиентов. Любыми методами и средствами, манипуляциями и воздействием. Но ведь это можно делать по-разному. И дело не совсем в том, что я упрекаю эту девушку в навязывании, не запрашивая им их мною услуг. Я просто понимаю, по какой методичке они работают. Задача продавать, выполнять планы и обгонять конкурентов. Другой пример. Давайте представим ситуацию. Вы приходите со школы. Вы знаете, что получили двойку или даже две. И вас родители спрашивают, как дела в школе? И вы отвечаете, хорошо, все нормально. Но это же ложь. Я сейчас вру. А почему я сейчас вру? Я боюсь испортить настроение родителям. Я боюсь сказать правду. Я боюсь наказания. То есть я уже с детства привыкаю прятаться во лжи. И именно такие установки я даю себе на будущую жизнь. Прятаться и увиливать, хитрить и манипулировать. Я начинаю свою жизнь с обмана. И чем с большим пристрастием я обманываю, тем тяжелее мне будет прекратить это делать. Окружающая среда. Это все, что влияет на человека. Питание, все, что в него входит. Отношения родителей. Окружение. Внешность. Рост. Конструкция мозга. Врожденные предрасположенности. Внушенные убеждения. Это все влияет на поведение. Недосып. Недостаток солнца. Недостаток ухода. Тепла и любви. Это тоже влияет на поведение. Человеку нужно повышать уровень самосознания и самодисциплины. Если ложь постоянно повторяется из разных источников, есть большая вероятность, что в нее поверят. Мы никогда не можем знать наверняка, правду нам говорят или лгут. Поэтому, на мой взгляд, человеку нужно привыкать думать и анализировать услышанную информацию самостоятельно. Не перекладывая ответственность на других. Также правда заключается в том, что в вашей жизни, скорее всего, есть люди, которые вас ненавидят и презирают. Возможно, вы даже вызываете у них физическое отвращение. Никто не может точно описать возможную планку ненависти. Нужно всегда стараться при общении смотреть человеку в глаза. Слушать интонацию и анализировать движение тела. Как бы человек не изворачивался и какие маски не примерял, в глазах будет все видно. Возможно, не сразу и даже не через час. Но именно глаза, как говорят писатели, зеркало души. Я предполагаю, что кто-то может меня презирать и ненавидеть. Но мне это безразлично. Я придерживаюсь принципов порядочности. А понравится всем, у меня нет такой задачи. Даже наш собственный мозг нас обманывает. Когда мы занимаемся интеллектуальной деятельностью типа программирования и изучения иностранных языков, мозг начинает вырабатывать специальные вещества, которые вызывают раздражение. Мозг хочет, чтобы мы прекратили этим заниматься. Мозг хочет вечного удовольствия и постоянного уюта. Мы даже не говорим об окружающих людях сейчас. Даже наш собственный мозг пытается манипулировать нашим поведением. С точки зрения логики, это ли не абсурд? То есть постоянная борьба чувств с разумом нам обеспечена. Но к этому нужно относиться проще. Всю жизнь будет борьба. Борьба ментальная внутри человека, борьба внешняя на пути к достижениям. Но нужно ли при этом сохранять совесть и уважение к другим людям? Это также вопрос открытый. Люди без принципов чаще и лучше устраиваются в этой жизни, спору нет. Он может беспрепятственно наживаться на проблемах других людей, завышая цены и продавая некачественный товар. Но люди, то есть покупатели, сами могут учиться и разбираться и в качестве, и в ценах. И не соглашаться на первое же попавшееся предложение. Я считаю, что одной из главных целей работы над собой, это научиться видеть обман до того, как он даст о себе знать сам. То есть это работа на опережение. Думать быстрее и эффективнее. Друзья, как вы знаете, сейчас вновь распространяются слухи о блокировке Ютуба. Я хочу пригласить вас в Телеграм. Там будет приблизительно то же самое, что вы услышали в этом ролике. Только каждый день, откровеннее и смелее. Буду рад вас приветствовать. Субтитры сделал DimaTorzok